Сегодня мы в Болгарии, а сейчас в болгарском селе Казашки, а еще точнее село Казачье, а еще точнее это русское село, которое расположено в Болгарии. Здесь живут только русские и говорят по-русски. Во времена Петра I, после подавления казацкого восстания, часть казаков-староверов во главе с атаманом Некрасовым всем миром ушла в Румынию. А затем некоторые из них перебрались и в Болгарию. Село Казашки, или по-русски Казачье, староверы основали близ озера, чтобы жить и рыбачить. Добрый день. Доброе здоровье. Ух ты. Все там. Да вот смотрим, как вы живете. Беспокоится, кто там нас. Да никто не беспокоится, как вы живете. Рыба есть? Есть рыбка, есть. Рыбка будет, а нас не будет. А счастье есть? Да счастье есть, слава Богу. Греет душу, что русский, да? Ну, конечно. А вера-то уходит? А веру еще держим. Держите? Да. А молодежь? Молодежь-то не ходит в церковь. Но мы свое держим, да? А мы держим, да. Как живется, тяжело? Сейчас плохо. Плохо, да. Раньше легче было? Раньше было лучше, да. Была работа, хорошо, а нет работы, ничего не было. Три столетия вплоть до перестройки они кормились с земли и с воды. Мужчины не брили бороды, а женщины покрывали голову. А главное, берегли свою правду и веру. И непременно русский язык. Матерный язык нельзя забывать. Матерный язык везде бывает свой матерный. А когда забудешь, значит, ты вообще не существуешь тогда как русский. Это точно. Свой родной язык надо знать. Свой родной язык надо знать. А как дети знают, внуки? И дети знают, и внук знает. Конечно, в доме всегда по-русски разговариваем. Если обидеть, что говорят, вы русский, вы не знаю, что там это говорят. Они говорят, слушай, у всякой стадии есть плохие овцы. Так и в русских, так и в болгарах. И они замолчают. Но жить можно с ними, да? Жить можно, конечно. Ну, конечно, но везде можно жить хорошо. И это, конечно, все хорошо. Хорошо, что признаешь всю свою родину, всех своих русских людей. Ну, почитаешь людей, и они о тебе почитают. Не будешь их, конечно, почитать. И они о тебе скажут, это нехороший человек. Оставь ты его и так, и так, и дальше. Русские староверы принесли с собой в Болгарию старинные книги и иконы, написанные на липовых досках. Поэтому здесь их называли липованцами. Все свое прошлое и дорогое они собрали в небольшой церкви. Не очень много, но все-таки приходят люди. Вообще здесь население не очень большое в казашке, русских. И поэтому прихожан немножко поменьше. Ну, человеку 20-30 собирается. На Пасху больше было людей, конечно. Около 100 человек было. То есть люди свою веру соблюдают. Соблюдают в целом. Да, 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 соблюдают. Именно здесь соблюдают русскую веру, русскую культуру. Старают соблюдать русский язык. Вот. В этом плане вот хорошо. Молодой и очень светлый священник Старой Веры приехал в Болгарию в этот приход из России. Там и сегодня, по его словам, сохранились миллионы последователей Старой Веры. Как вы тоже из семьи людей, которые придерживались Старой Веры, да? Да, да, да. И дедушка, бабушка, все Старой Веры. Ну, много пережили, насколько я знаю. Ну, Старой Веры, они еще вот времен Никона, вот, то есть 16 век. Значит, и вот Петр Первый еще из тех... Особенно Петр Первый очень большие гонения Старобряца возвик. Вот. Из тех вот пор это так она вот в Верах сохраняется. Так это ваша машина? Да. Да в России уже, наверное, все на Мерседесах ездят, а вы все на Волге, на старой. Мы же священники, Старобряцы. Веками здесь, в Болгарии, они не смешивались. И только в последние десятилетия в Казачьем пошел быстрый процесс ассимиляции. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Красивые вы такие? Красивые были когда-то, красивые. Да ладно, я представляю, что делалось чуть-чуть пораньше, когда вы были помоложе. Да. Вот хлопцев гоняли, наверное. Да, наша жизнь была. Все хлопцы гоняли, да? А мы убежали от них, мы были дураки. Вы когда хлопцев выбирали или вас выбирали замуж, это русские были ребята или болгары? Русские. Что старались не смешиваться? Да. Нам родители не давали болгаршим. Русские. А сейчас уже смешались все. А чем отличается болгарский хлопец от русского? Не знаю. Чем от нас отличается? Он болгар. У меня болгар муж русского не имела, не знаю. Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос рожал, когда пела я песню ему? Целовал, миловал, целовал, миловал, целовал, миловал, говорил, что я буду его. А я верила все, и как роза цвела, потому что любила его. А я верила все, и как роза цвела, потому что любила его. Когда-то здесь было 350 русских семей староверов. Сегодня очень много смешанных пар и уже их подросших детей. Вот такой большой вымахал уже совсем. Два метра. А мама моя 165 килла. Так русский или болгарин ты? Я не знаю. Болгарин. И так, и так, да? Десять родился, да. А язык дома говорили по-русски? Дома говорили только по-русски. В школе учили только на болгарский. А в школе не смеялись никак, не подкалывали, что русский? Нет. Нет? Не смеялись. Нет проблем? Нет. Наоборот, наверное. Россия великая держава как страна. Светан, у которого мать русская, отец болгарин, этот дом второй, кстати, построил сам. И создал здесь своеобразный музей семьи. Для себя, для своих детей и для своей матери, Любы. Это моя мама на 17 лет. А здесь мама с моим братом маленьким он был. Ему годик было. Давно это было? Давно, давно. Это давно. Он в 36 году роден и мой брат. Мама была еще молодая. Здесь мама тоже на 17 лет. А здесь в церковной Носии. Здесь они. Три соседки. Это три соседки. Лиз, большие семьи были? Да. А сейчас их уже нет? Не хотят рожать? Не хотят. Сейчас стали такие. Не как раньше. А это папа с мамой, когда они венчались в русской церкви в городе. А может, говорят, денег нет? Да. Не в деньгах дело, да? Не в деньгах. Была бы только жизнь хорошая. Сегодня община русских староверов, просуществовав 300 лет в Болгарии, похоже, уходит. Их уклад, традиции и даже лодки разбиваются о быт нынешней непростой жизни. Так и остаетесь русскими? Остаюсь я русской. И всегда буду русской. Я плавал только лет. И все в России был. В России, в Украине. Всюду я был. Просто я русский себе. Но остались русскими и здесь, да? Да, и здесь себе остался я русский. Даже если мог бы, женился и в России, и там бы жил бы дальше. Что в другое рассказать? Когда мы тебе русский. Целая деревня здесь русская у нас. Хоть и Болгария. Хоть и Болгария, да. У нас все русское, но... Даже не хочу и голосовать за никого, за ничего. У НАТО влезли не знаю куда. Почти не... Разбирайте. С их НАТО, да? Да, мне это не интересует. Мы себе русские. Мы хотим нормально жить и чувствовать себя, да? А не живем нормально, не хватает. Нет жизни сейчас, тяжело? Нет жизни, не хватает, ничего не хватает. Болгары решили жить при капитализме? Сами захотели? Или вас не спрашивали? Так кто нас спрашивает, Бе? Кто нас спрашивает? А там есть верхушка, которая сама знает, что делает. Я не знаю тоже. У них жизнь есть. У них жизнь есть, потому что они берут... А кто нас спрашивает? Только я там не скажу. Кто нас спрашивает? Никто нас не спрашивает. Ты нас никогда не спрашивали, отец. Никогда. Никто нас не спрашивал. Бедного, кто спрашивает, Бе? Все делают, что хотят. А все равно мы живем. А что будем делать? Нужно как-нибудь... Как-нибудь... Нужно же сделать, чтобы жить. Скажи мне, как я могу жить из 300 лев? Из 300 лев. Дочка у меня разведенная. Детенок. Каждое воскресенье приезжают сюда. Все это расходы, расходы, расходы. Скажи, как жить? Как жить? Я сам не знаю. Еще, еще лезем у этого, в Европейский Союз. И что там... Ну так они деньги дадут. Какие деньги дадут? Я же был, я же плавал, я был в Амстердаме, где я не был. Ты как слезешь, как поглядишь, какие цены там, эти цены уже будут и здесь. Ты можешь себе представить, что один яблочек вот такой вот, вот такой вот, стоит. Если натиснешь, там, ну, копчик этот, ты получишь его за 3 доллара и 50 центов, это яблочек. Зато свобода. Свобода? Какая свобода? Все баняки, понимаете, все чисто. Настоящая ракийка, домашняя? Я ее сделал своими препаратами. Свою все чисто. Голова не болит. Выпьешь и будешь тверезой. А чем от водки отличаются? С чем отличаются? Это что, где выпьешь чего-нибудь, можешь потом стать дураком. А если ты заранее устанешь, дурак не будешь никогда. Мы попали в бурю. И не на берег пристать, не тронуть вперед. Ну, он боролся с этой бурей страшно. В крови весь был, в спина крови. Да, и дедушка запел красивую русскую песню, эту страшную бурю. Это я никогда не забуду. Это мои детские вспомины. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Початы никто не желает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Початы никто не желает. Все выпилы, вилца и цепи гремят. Наверх якря подымайте. Прощайте, товарищи, с Богом. Ура! Кипящее море под нами. Не думали, братцы, мы с вами вчера, что ночь умрем и под волнами. Не думали, братцы, мы с вами вчера, что ночь умрем и под волнами. Не скажут ни камень, ни крест, где легли про славу во русского флота. Лишь волны морские прославят навек геройскую гибель варяга. Лишь волны морские прославят навек геройскую гибель варяга.